Мы с вами обсудили очень много вопросов, связанных с проектным управлением. Это и проектный замысел, который касался постановки проблемы, поиска решения, определения целей. Мы проговорили с вами и о том, как спланировать достижение результата, то есть построение плана реализации. Мы поговорили о бюджете, о том, как искать источники финансирования. Но, наверное, самое главное, о чем нужно обязательно поговорить в этой области, это о том, о том, кто, собственно говоря, реализует весь проект, то есть о команде проекта. Вот здесь я снова хочу вернуться к идее, связанной с тем, что сам проект может быть поделен на две части, и реализовывать его могут разные люди. То есть на первом этапе, на этапе замысливания, это может быть одна команда, одна часть коллектива, а на этапе реализации может быть другая часть коллектива. Но что очень важно? Очень важно, чтобы в самом коллективе информация и о первой части, и о второй части была постоянно для всех открытой. То есть очень важно всегда держать коллектив в состоянии информирования о том, что происходит в работе рабочих групп на том или ином этапе реализации проекта. То есть мы вовлекаем тех, кто будет реализовывать далее проект, обязательно еще на стадии замысливания. То есть они совместно в разных функциях могут выступать в качестве экспертов, могут выступать в качестве организаторов, то есть административной поддержки. Но они участвуют, то есть являются сопричастными к тому процессу, который называется замысел. И на втором этапе, когда идет реализация проекта, те, кто его задумал, могут стать и экспертами, и консультантами, и помощниками, и контролерами в том числе. Поэтому в целом сама команда проекта, она может меняться по своему составу. Единственное, на что я хотела бы обратить ваше внимание, как подобрать для реализации проекта верную команду. Для этого я вам рекомендую вновь воспользоваться матрицей проекта, матрицей задач. Вот когда вы подбираете тех, кто будет исполнять, то важно подбирать не просто хороших людей, не просто исполнительных, не просто профессиональных, не просто компетентных. Очень важно подобрать тех людей, которые смогут реализовать ту или иную задачу. То есть мы сопоставляем матрицей задач, перечень тех необходимых специалистов, которые наиболее эффективно могут эту задачу реализовать. То есть подбираем состав команды под реализацию определенной задачи. А вот дальше возникнет другая у нас с вами задача. Это создать команду из подобранных людей. Поэтому и возникает такая проблема в проектном управлении, как команда образования. И требуется специальная организационная работа для того, чтобы из разных людей, очень часто иногда с собой друг к другу незнакомых, особенно это характерно для больших организаций, чтобы они стали понимать друг друга, говорить на одном языке, чтобы они прониклись взаимоподдержкой и взаимопомощью в условиях реализации проекта. Поэтому нам необходимо спланировать специальные мероприятия по командообразованию для того, чтобы команда стала работать эффективно. В ходе работы команды зачастую могут возникнуть ситуации, когда та или иная задача может оказаться под угрозой именно из-за чисто субъективных или объективных обстоятельств. Но кто-то может заболеть. У кого-то возникнет непреодолимое негативное отношение к решаемой задаче. Я напомню вам, что у нас всегда существуют риски, связанные с тем, что мы делаем новое дело, мы реализуем новый проект, мы реализуем новое решение. И никогда непонятно, как будет развиваться ситуация. Вот в этом случае менеджер проекта или руководитель проекта, это именно его функция заниматься командообразованием и подбором кадров. Вот у него возникают время отременно именно такие задачи. Может быть, стоит, не дожидаясь конца проекта, во время, в ходе реализации проекта, поменять кого-то, одного или двух исполнителей в составе команды, если они по каким-либо обстоятельствам, личным, объективным или субъективным, не могут реализовывать задачу. Еще раз возвращаюсь, что критерием в данном случае является не то, хороший он или плохой специалист. Он может быть замечательным педагогом, но задача оказалась не та, то есть не подходящая для него. Это ведь тоже и на нашу ответственность. Значит, мы не совсем точно подобрали специалиста под решение задачи. Для нас критерием является, реализуются ли задачи, выполняются ли те действия, которые мы запланировали в плане. Поэтому в данном случае критерием является деятельностный критерий, а не личностный или не социальный. Поэтому в реализации проекта, команда проекта, это может быть живой организм, движущийся, развивающийся как во внутренних отношениях, так и по своему составу. И это одна из важных задач менеджера-руководителя проекта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова